В начале встречи собравшиеся подвели итоги прошлого схода, а точнее отметили, что сделано по обозначенным ранее проблемам. Так, за счет внебюджетных источников было проложено более трех километров водопроводных линий, заасфальтированы улицы и тротуары, установлено уличное освещение. По мнению главы региона, инвесторов, которые помогают местным властям, нужно озвучивать публично, чтобы жители села знали их в лицо. Да и для других предпринимателей это будет хорошим примером. Далее жители озвучили самые важные вопросы, в частности, нехватка мест в дошкольных учреждениях. Эта проблема решится в ближайшее время. Перед началом схода Юнзбек Кивкуров посетил стройплощадку, где ведется строительство детсады на 220 мест в рамках ФЦП. Он поручил подрядчикам увеличить количество бригад. По мнению главы региона, здесь же рядом нужно определить территорию для строительства школы. Я думаю, что до конца февраля, максимум марта, новый садик на 220 мест появится. Деньги под это уже есть. Поэтому это же плюс хороший для села. Но в любом случае, эти территории, а Дэн-Ладчу, она властям сохранит для школы оставшуюся территорию. Чтобы там же еще школу на 540 мест построим, и в этом плане тогда село будет хорошо. Молодежь, в свою очередь, интересует строительство большого стадиона, которого в селе пока нет. По данному вопросу глава республики сразу дал поручение. В селе уже функционирует современный ФОК, который также посетил Юнусбек Ив Куров. В этом зале выросло не одно поколение чемпионов мира и Европы. Здесь занимаются различными видами спорта. Борьба, дзюдо, смешанные единоборства и бокс. Самые юные, пока без перчаток, в стороне повторяют движения за взрослыми. Вот они и продемонстрировали главе региона свою физическую подготовку и силу удара. В ходе осмотра ФОКа глава субъекта выразил недовольство по содержанию помещений. Юнусбек Ив Куров поручил министру спорта Ахмеду Катиеву в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки. До 20 декабря в каждом ФОКе, начиная от входа, карта Басархатира. Возвращаясь к сходу села, Юнусбек Ив Куров ответил на вопросы жителей, которые касались водоснабжения, врачебной амбулатории, закрытых остановочных пунктов, улучшения транспортного сообщения, жилищно-бытовых условий. На каких улицах асфальт Холбес? Социально значимые объекты. В межгладе кладутся асфальт Холбес, в школе и саде кладутся асфальт Холбес, амбулаторы, почтователи начнутся асфальт Холбес. Дегидиал решил спорить и доказывать, на какой улице. Должен будет водить 3 километра воды, 3 километра газа и сколько там километров дорог. В завершении встречи старейшины села поблагодарили руководителя региона за участие в решении ключевых проблем населенного пункта и открытость. Хусян Гагиви, Субхани, Винус Сычоев, Новости 24.